Шестой раз Шестой раздельный Кстати, тоже очень приличная пара, даже еще более именитая Итак, играем шотландскую партию 200 лет уже практически известен этот дебют Англичане с шотландцами как-то сыграли И после этого весь мир продолжает повторять Белые намертво вцепились коня d4 Черные его атакуют и не забывают развиваться при этом Слон b6 аккуратный ход Дело в том, что после того, как белый конь отскакивал с d4 Этот слон мог оказаться под боем Белые тоже отвечают профилактикой D6 скромненько, но со вкусом Черные заканчивают развитие, но в центре они немножечко уступают А4 Но это небольшой намек на то, что где-то может последовать А5, правда, сейчас этот ход не грозит А6 Намек воспринят Черные ликвидируют все угрозы Конь c2 Конь после размена переходит на e3 И будет готов вторгнуться на d5 Правда, не факт, что это опасно будет для черных Все-таки конь на e7 стоит на страже Слон e6 Ой-ой-ой-ой-ой Это интересно Нет, слон b6 здесь еще не актуально Потому что на b3 висит Хотя, постойте Позвольте Как же так? После слона b6 Да, Морозевич тоже задал себе этот вопрос На слон b3 ведь белый слон может продолжить свой смертоносный путь И съесть на c7 Так Ну вот соперники пошли по самому принципиальному пути Может быть, Иванчук хочет как-то поймать белого слона Чревоугодника Молодого Но непонятно, как это сделать Дело в том, что Конечно, взять nd6, наверное, может быть и не пройдет Из-за слона bc2 А вот слон b6-то довольно трудно Воспрепятствовать этому ходу А может быть, попробовать все-таки сыграть конь c8 И ферз e7 И попробовать поймать слонника Но тогда белые сыграют a5 И все-таки слон выйдет через f6 То есть пока непонятно, за что Иванчук отдал пешку Но так как он гений Он сейчас нам все объяснит Это клише уже приклеилось к Василию Михайловичу Все знают, что он гений И как-то это уже стало расхожим штампом Но это действительно так Он понимает шахматы несколько иначе, чем весь остальной мир И, в общем-то, мы зачастую просто не способны предсказать его дальнейшие движения Хотя он тоже человек Иногда зевает, иногда проигрывает, иногда делает ошибки Но это происходит редко Так, значит, что произошло? Иванчук просто отогнал слона И ударил по центру ходом d5 Судя по всему, он намерен развить инициативу Ага, вот теперь посмотрите, что ферзь f6 нападает на слона b6 Теперь где-то может последовать конь b4 Волшебный выпад После чего... Да, так и последовало, кстати, заметьте Я тоже, в общем-то, если не гений, то тоже кое-что соображаю На конь d2 последовал размен И конь b4 Заметьте, что пешка c3 связана Брать коня нельзя Из-за взятия на c2 Белые отступили Черные съели этого прожорливого слона Зато черные съели, конечно А белые в ответ уничтожили коня И вы знаете, все-таки сохранили лишнюю пешку Но эта лишняя пешка подвергается атаке К сожалению, происходит усушка-утруска Если черные отъедят эту пешку То тогда получится примерное равенство Это довольно обидно Хотелось бы увидеть живую плодотворную игру Но, может быть, Морозевец что-нибудь придумает И напрашивается ход b5 Тогда она может быть конь d4 Есть еще вариант коня через d6 переправить куда-то Но только после ладя d8 возникнет вопрос Куда? Дело в том, что на конь c4 ферзь b4 будет ход Что же делать-то? Что же делать? Как же интригу сохранить? Нет, но b5, видимо, все-таки надо сыграть b5, конь d4 Может быть ферзь e3 Там конь будет связан Сразу на b5 будет съесть нельзя Ну что же Перед Морозевичем стоит сложная задача Не хотелось бы на ничью соглашаться прямо сейчас Да Ну что ж, Александр сыграл правильно Он сыграл b5, как я и предполагал Но здесь не конь d4 последовала А b Ну, а b не исключено, что тут ошибка Дело в том, что действительно конь через d6 На b5 перескакивает Все-таки у белых схоронили лишнюю пешку Правда, у Манчука есть свой резон Он ладью активизировал Который теперь давит на белые пешки f2 и b2 Не исключено, что черные все-таки сохраняют довольно приличную инициативу Ладья d1 последует ладья fd8 Взял-взял И, судя по всему, черные не получают мат по восьмой горизонтали Во всяком случае, сразу Если у них сохранится ладья на d2, это будет довольно весомый аргумент В пользу ничьей, конечно Морозевич думает Морозевич думает Ну, кстати, по показанию часов Все-таки в его пользу Судя по всему, Иванчук больше задумывался И это очень важно Вы знаете, в таком блице, когда нет добавлений секунд на ход Все-таки лишние минуты Это очень серьезное преимущество Надо только сохранить Хоть какую-то игру на доске А также было бы неплохо Было бы неплохо Трансляцию продолжить Ну, вот она продолжается Слава тебе, Господи Итак, после ладья d1 После ладья d8 Взяли-взяли ферз c3 Белые, конечно, хотят Изгнать черную ладью с активной позиции Но Иванчук против То есть, если белые хотят изгнать То против черные Черные против Они играют ферз a5 После размены ферзей Получается примерно рано окончании Потому что черные за счет активности Своих фигур отыграют пешки Но Морозевич против Он хочет поставить мат Ферз e8 Я думаю, что черным надо сделать форточку Морозевичу Иванчуку надо сделать форточку Нет Иванчук защищает поле e8 Таким образом Правда, ферз немножко перегружен обязанностями То есть, ферзь защищает ладью И пункт e8 Я думаю, что все-таки белые сохраняют некоторый перевес Например, можно сыграть ладья e1 Возобновить угрозу матом Можно увести пешку из-под боя Ходом b2, b3 Тогда, правда, последует ладья d3 Пешку можно проиграть Нужна какая-то динамика Эффектный ход конь c7, конечно Выглядит интересно Но черный не обязан на него вообще никак реагировать Они могут взять пешку на b2 Что же делать? Так, ну ладья e1, наверное, сыграть надо Все-таки на всякий случай А внук удастся поставить мат Но черные, правда, g6 могут сыграть А вот после g6, кстати, уже пункт f6 ослабнет Тогда можно будет сыграть конь c3, конь e4, ферзь f4 И создать пару угроз Может быть, конь c3, конь e4, ферзь c3 Может быть, так Нет Иванчук Морозевич пошел своим путем Ладья e1 он, конечно, сыграл Но чуть позже Он сначала сделал форточку После ладья b2 уже начал свою инициативу Ладья e1 угрожает мат g6 Ферзь f4 Ну что ж Ферзь f4 Теперь угроза, видимо, конь d6 Если конь войдет на d6 Черным станет плохо Ладья d2 Препятствует угрозе белых Ладья d2 Король h2 Ну, это, конечно, немножко виловато То есть ясно, что белый препятствует Размену ладей После ладья d1 Король h2 Теперь Ну, ладья действительно все-таки важная атакующая фигура Но Но После ладья d7, да, получилась крепкая позиция Черные уплотнились Укрепились Еще и ферзей поменяли Да, получилась ничья Что ж, совершенно закономерно А Мамедьяров, вы знаете, снова выиграл Черными У сильного конкурента Рублеского Похоже, что Мамедьяров-то, в общем Петендует на победу в этом турнире Вот, случилось несчастье в партии Камский Амин Никак я не ожидал, что Камский проиграет Белыми Амину Да еще в 22 хода Трансляция даже нам стыдится показать Что произошло Ну, покажите нам, пожалуйста Как случилось это несчастье Как такое могло быть Что авторитетный игросмейстер Проиграл так Египетскому шахматисту Нет, я ничего не хочу сказать против Амина Всем известно Что он хороший блицор И в ICC На Play Chess.com Во всех игровых зонах Постоянно играет Но класс-то игры у него все-таки пониже Так, Грещук выиграл у Сашакирана И это правильно Это правильно Правда, конечная позиция не приведена А Ваганян проиграл Кашгалееву Но при всем уважении К Ваганяну все-таки Видимо, годы берут свое С молодыми изобретательными шахматистами Трудно Играть А Ткачев играет против Юдит Полгар И, кстати Стоит без пешки Правда, я не знаю, что тут с ладьями происходит Но, видимо, трансляция Снова балуется Ладно, на этом шестой тур Будем считать завершенным